Привет всем! Сегодня коротенькое видео. Принесли мне дети старый повербанк свой Xiaomi 2000. Себе купили новый, ну а старый принесли мне. Но радоваться еще рано, мне необходимо его починить. Проблема в том, что ни один из выходов не работает нормально. Зарядка то есть, то нет. И это на обоих выходах. То есть если пошевелить шнуром или подвинуть повербанк, заряд прекращается. От долгой эксплуатации и неаккуратной эксплуатации гнезда разбалтываются и контакты на дорожке просто обрываются. Это распространенная проблема повербанков вне зависимости от производителя. Здесь видно, что внутренности гнезда болтаются и одно и второе. И в 90 процентов случаев, скорее всего, как я уже сказал, либо оторваны сами дорожки уже, либо контакты от гнезда. Перед разборкой повербанк лучше разрядить полностью. Ну а теперь самая интересная разборка. Эти повербанки очень тяжело разбираются, поскольку они не рассчитаны на это. Процесс простой. Разогреть пластмассу крышки, чтобы защелки не подлетали при разборке и по-быстренькому разобрать. Для этого я воспользуюсь обычным строительным феном. Работать с ним надо аккуратно, чтобы не обжечь пальцы и не спалить хату. Фен на температуре самой маленькой, 300 градусов, греть 3-5 секунд, не больше. За это время пластмасса успевает прогреваться где-то до 50-55 градусов. Пластиковая крышка станет более податливая, эластичная и застежки останутся целыми. Пользоваться буду лопаткой, но можно пользоваться и столовым ножом. Верхняя крышка крепится на защелках, а также она приклеена двухсторонним скотчем к самой батареи. Это затрудняет разборку. Чередуя прогрев феном и работаю лопаткой, крышка потихонечку откроется. Самое главное работать аккуратно и быстро, чтобы не повредить батарею. Перед разборкой рекомендую батарею разрядить в ноль. Это на тот случай, если вдруг вы ее проткнете. Но лучше этого не делать. Данный повербанк один из первых с быстрой зарядкой в элементах такого типа. Он у нас уже давно, я даже не помню сколько. Но первые повербанки были достаточно качественно сделаны. Здесь нет Type-C, но зато есть порт быстрой зарядки. И если повербанк не старый и возникает проблема с гнездами, то, конечно, лучше же их поменять на новые. Но в моем случае повербанк старый и уже у него емкость подсевшая. Тратить деньги и время на замену гнезд, которых у меня нет сейчас в наличии, я не вижу смысла. Поэтому буду ремонтировать обычной пропайкой. Новые современные повербанки уже не могут похвастаться таким качеством сборки. Уже после первого года эксплуатации гнезда начинают отходить и не давать зарядку. Так, ну что, крышку я снял. Защелки все целые и литиевые элементы я не повредил. Считай, 70 процентов дела я уже сделал. Осталось только просмотреть контактные дорожки и пропаять их. Внимательно осмотрев плату зарядки, ничего криминального я не нашел. А вот контакты разъемов действительно отломаны. На каждом из разъемов по одной ножке отломано, а остальные в плачевном состоянии. Есть трещины и жить им осталось недолго. Поэтому пропаивать я буду все. Я приложу фотографии, на них будет более наглядно все видно. Радует то, что дорожки от платы не отслоились. Ну а теперь осталась самая легкая часть работы, пропаять контакты. Нанес новый флюс, но на вид он совсем какой-то белый. Раньше я покупал он хоть чуть-чуть желтизны имел. Сейчас такое ощущение, что это один вазелин. Но тем не менее благодаря ему пропаялось все хорошо. При пайке контактов тоже надо быть аккуратным. Рядом расположено очень много мелких смд элементов и очень легко и зацепить жалом паяльником. Есть у меня паяльная станция, но я и практически не пользуюсь. Я купил себе паяльник на жалиты 12 и использую в основном его. Он небольшой, портативный, контроллер находится внутри него и мне он очень нравится. Очень удобный в работе и всегда можно с собой взять. И запитываю от блока питания ноутбука. Паяльной станции я пользуюсь только феном. Так, все я пропаял. Результат вы можете видеть. Не знаю видно вам или нет, но получилось достаточно аккуратно. Одна лапка с разъема сразу отвалилась. Остальные еще задержались. Также прозвонил мультиметром. Криминала не нашел. Каратышов нигде нет. Но я рад, что дорожки все на месте. Перед сборкой осталось все проверить, чтобы второй раз не пришлось разбирать. Левый порт. Зарядка идет и на движение кабеля не реагирует. И правый порт. Зарядка тоже идет и на движение кабеля не реагирует. В общем ремонт прошел успешно, можно собирать. Ставлю крышку назад. Защелки я все сохранил, поэтому крышка защелкнулась хорошо. На двухсторонний скотч клеить я не буду. Аккумулятор внутри приклеен к корпусу тоже на двухсторонний скотч, так что не выпадет. А мне в следующий раз будет легче разбирать. На этом ремонт окончен. Я думаю данный пауэрбанк прослужит еще мне не один год. Если это видео было вам полезным, прошу поставить лайк и подписаться. Всего хорошего вам!